Ребята, всем огромный привет! С вами Светлана. Екатерина. И мы возвращаемся к нашей ежемесячной рубрике книжные новинки и не только книжные новинки, еще сериалы и кино. Но про кино мы последнее время не рассказываем именно о тех фильмах, которые идут в кинотеатре, потому что в кинотеатры мы сейчас не ходим. Вот знаете, я не готовила в январе новинки, сериальные фильмы и поняла, что мне самой не хватает этого видео, потому что я начинаю путаться, я могу что-то пропустить. Итак, давайте начнем с кино. В феврале выходит лишь один фильм, который нас обеих заинтересовал и это вообще большой шаг в корейском кинематографе. 5 февраля этого года выходит фильм «Космические чистильщики» и впервые в южнокорейском кинематографе выходит фильм, относящийся к жанру космической фантастики. И мне понравился трейлер, он немножечко похож на фильмы восьмидесятых-девяностых, забавные и наивные. Но по трейлеру я бы этот фильм еще отнесла к жанру космической оперы, потому что там у нас команда, которые путешествуют на корабле, вернее не то чтобы путешествуют, они убирают, они убирают, зачищают космос, потому что там, по-моему, давно уже на земле никакой жизни нет. Да, основное человечество переместилось на орбиту. И вот наши главные герои занимаются тем, что убирают мусор за остатками человечества, и внезапно они находят робота. Мальчика. Чуть-чуть мне напоминает этот сюжет. Он, конечно, абсолютно не оригинальный, но если говорить о том, что выходило в последнее время, есть такой мультсериал «Крайний космос», там уже два сезона. Капитан-неудачник со своим кораблем встречает миленький салатовый шарик с глазками, который все, что он разговаривает, это тюк-тюк-тюк-тюк. И вот этот миленький шарик тоже оказывается оружием массового поражения. И здесь приблизительно то же самое. Вообще, я люблю вот такие описания. Мне сразу кажется, что это будет такая романтика в духе ковбоя-бибопы. Конечно, в феврале выходит много сериалов, но нас заинтересовало только два, потому что я, когда смотрела сериалы, я смотрела премьеры, я поняла, я поймала себя на такой мысли. Мне хочется сейчас чего-то легкого, чего-то развлекательного. Вот как раз мы посмотрели Люпена, мы посмотрели Винкс, Абриджертонов. И вот хочется чего-то вот не обременяющего разум. И 16 февраля выходит сериал, про который писали очень много. Он называется «Молодой скала». Это про молодость Дуэйна Джонсона. Для меня, во-первых, удивительно. Вроде как Дуэйн Джонсон сейчас в самом расцвете своей кинокарьеры, но про него уже сняли комедийный сериал про его молодость. Там три актера, которые будут его играть в 10 лет, в 15 и где-то, наверное, лет в 20. Ну, я надеюсь, он сам появится в сериале. Я тоже на это надеюсь. И, по-моему, в списке актеров он там был. Дуэйн Джонсон имеет отношение к этому сериалу. Вот у меня он вызывает только положительные эмоции. Я, глядя на него, вижу очень хорошего, доброго человека. Хочется сказать, он похож на Мишутку. Ну, как-то это будет глупо. Сериал, который относится к антиутопии. Но меня он заинтересовал, потому что это снимала Германия. Сериал выходит на Нетфликсе. Почему-то сериалы, которые выходят в Европе, в Азии, появляются на Нетфликсе, вызывают у меня доверие. Называется он «Племена Европы». И дело в том, что после какой-то катастрофы Европа разделилась на маленькие микрогосударства. И наши главные герои-подростки найдут некий магический куб и будут что-то там как-то путешествовать. Я толком не поняла, но я жду, потому что... Но ты трейлер уже смотрела? Нет. Я только смотрела фотографии, мне понравилось, и я решила, что надо это посмотреть. Я рассказала Свете. Она сказала, «После тьмы» у меня какой-то прям большой такой кредит доверия в отношении немецких сериалов. Очень обидно мне, что мы не снимали книжные новинки января, потому что там действительно выходило много сериалов, но вы о них уже могли слышать. Видео читаю сейчас. Ребята, переходим к книжным новинкам. Мы сегодня назовем и те книги, которые уже вышли, ну так как в январе видео пропало, а обозначить это все равно надо, потому что в январе произошло для меня лично целое событие. Наконец-то начали, я надеюсь, что действительно начали переиздавать произведения Роберта МакКаммана. Это потрясающий писатель, и мне кажется, он немножко недооценен, он недостаточно популярен, он недостаточно известен в нашей стране, как он того заслуживает. Потому что я бы его с легкостью поставила в один ряд к таким именам, как Дэн Симмонс и Стивен Кинг. Не в том плане, что он пишет нечто подобное. Да, жизнь мальчишки, которую переиздали, она действительно очень похожа, перекликается с «Оно», с «Лето ночи» Дэн Симмонс. То есть там есть мистика? Там есть мистика, там есть похожие мотивы, потому что там снова рассказывается про подростков, которые переживают вот это взросление, туда подтягиваются разные обстоятельства, и семейные, и внешние. У меня было пару лет назад видео на канале, книги, которые похожи на сериал «Очень странные дела». Там я говорила про «Оно», там я говорила про «Лето ночи», и в том числе про жизнь мальчишки. Я очень люблю этот роман, и я искренне надеюсь на то, что этот роман, он практически сразу, вот из продажи просто, как только появляется где-то в магазине какой-то тираж, да, его сразу раскупают, он вот сразу разметается. Ну вот видишь, а ты говоришь, что он недооценен. Потому что поклонники очень долго ждали переиздания этого романа. Ну, ребят, очень долго реально. А сейчас должны подтянуться новые свежие поклонники. Я надеюсь, что свежие подтянутся. И мне бы очень хотелось, чтобы переиздали цикл Макамана «Мэтью Корбитт». И он написан в совершенно ином ключе, чем «Жизнь мальчишки», потому что это у нас детектив, действие которого происходит в 18 веке. Там тоже все замешано. Вот первая книга «Голос ночной птицы», я ее очень хорошо помню, там все замешано вокруг обвинения женщины в колдовстве. И только единственный наш главный герой будет сомневаться в том, что это обвинение действительно имеет место быть. Я очень-очень хочу, желаю, я не зря говорю это столько раз, ребят. Вы знаете, что иногда... Она влияет на вас. Иногда мои желания в переиздании каких-то книг, да, они срабатывают. Ждем дальнейших переизданий Макамана с огромнейшим-огромнейшим нетерпением. Кстати, вот в этом цикле «Мэтью Корбитта» там уже 7 книг. И восьмую, насколько я помню, автор пишет вот как раз сейчас. И еще одно грандиозное событие, которое ждет нас уже в феврале, потому что пока книга в продажу не поступила, это переиздание Мариса Дриона, его проклятых королей, наконец-то, на русском языке. Я почему-то так и ждала вот переиздания в азбуке «Премиум». У меня есть полностью цикл в старых советских изданиях. Там еще такая вот обложка, такое впечатление, знаете, что с обложки вот так содрали обложку, и остался картон и старый отпечаток названия. Вот очень странное издание было. Я его когда-то на книжных полках своих показывала. Я очень люблю этот цикл. И мне всегда немножечко обидно, и даже было очень обидно от слов самого Джорджа Мартина, когда он сказал, что если вам нравится «Игра престолов», то вам обязательно понравятся проклятые короли Дриона. Мне кажется, что эта фраза должна звучать несколько по-другому. Если вам нравятся проклятые короли Дриона, то вам должна понравиться «Игра престолов». Мне тогда в тот момент... Ну, Света, Джордж Мартин, сам себя не похвалишь. Естественно, он себя похвалит. Ну... Тут я согласна. Так что проклятых королей жду с нетерпением. Очень хочу себе новое издание. И, возможно, когда-нибудь даже перечитаю. Мы когда готовились к этому видео, я посмотрела, какие книги выбрала для меня Света. Она все время со мной консультировалась. Я говорила, а давай, давай, давай. И вот я сейчас опять смотрю, и оказывается, что все книги, про которые я вам расскажу в этом видео, это книги об искусстве. Я очень рада, что у нас их выходит так много. Терри Ньюман, культовые художники и их стиль, как гений искусства и моды вдохновляли друг друга. Нам обещают более 40 богато иллюстрированных глав о художниках, о том, как они влияли на мир моды, как влиял мир моды на художников. Здесь такой яркий пример приводится, как Ивсен Лоран вдохновлялся работами Пита Мандриана. Мне кажется, это вообще такой самый каноничный пример, который только может быть. Да, вот эти платья из 60-х, которые мне очень нравятся. И насколько действительно Пит Мандриан очень органично влился в платье и в Сен-Лорана. Еще одна знаменательная для меня книга должна появиться в продаже со дня на день. Это «Утопия о веню» Дэвида Митчелла. Я обожаю творчество этого человека. Всегда его романы что читаю, что перечитываю с каким-то особым чувством придыхания. Да, у меня с ним случилась осечка с голодным домом, потому что мне роман не понравился. Мне вообще показалось, что знаете, что это работа, которая написана в попыхах между двумя крупными работами. Эта история, это выжимка из чего-то большего. И я была очень расстроена переводом, тоже я про это говорила, простых смертных. Сейчас вот азбука уже перевыпустила под новым названием «Костяные часы». Я буду в этом году перечитывать. Я пока особо не интересовалась, входит ли «Утопия о веню» в единую вселенную Дэвида Митчелла, но я надеюсь, что это по-прежнему так. Меня немножко смущает, что это роман, где очень много музыки. Я человек от этого очень далек, но так как Дэвид Митчелл... Ты прям не устаешь об этом напоминать. Для меня, да, это огромнейшая фигура, этот человек очень интересный, и его творчество просто всегда меня захлестывает, я читать буду, конечно же, в обязательном порядке. Что у нас еще выходит? Ребята, Гильермо Дель Торо и Чак Хоган, все время забываю вот вторую половинку соучастника творчества книжного Гильермо Дель Торо. Литературного. Мы читали с Катей, когда выходила его трилогия, по-моему, да. Штамм. Штамм на русском языке. Это было еще задолго до Буктьюба. Да, мне первая книга тогда очень понравилась. Да, я даже помню, как мы ее яро обсуждали. Там были такие красивые кинематографичные сцены, которые просто врезаются в голову. И там были очень здорово представлены вампиры. Ну, не зря, наверное, Гильермо Дель Торо, да, режиссер. Режиссер, да. Кинематографичные сцены он писать умеет. И перед нами новый цикл, я так понимаю, что цикл архивы Блэквуда. Мне нравится на том, что... Но знаете, что было обидно со штаммом, вот с этим циклом? Начиная со второй книжки, все пошло на спад. И оно все меньше и меньше нравилось. В любом случае, штамм был очень динамичным и читался он захлеб. Я надеюсь, что архивы Блэквуда будут написаны по тому же принципу. Из-за того, что я недавно смотрела «Леденящие души. Приключения Сабрины», архивы Блэквуда у меня теперь ассоциируются только с одним. Отцом Блэквудом, который Ричард Койл его играл. Видимо, главного героя... Я буду представлять только в виде его актера. Надеюсь, что архивы Блэквуда, это будет точно так же динамично и кинематографично. И, наконец-то, ребята, на русском языке выходит третий роман «Джосай Бэнкрофта. Вавилонские книги». Ну, недолго мы ждали. Вы ждали. Ладно, куда я-то лезу? Сразу примазалась. Хотя тебе понравилась первая книга, когда мы ее в 20-м году читали на совместных чтениях. Мне очень нравится цикл. Вообще, обожаю подобное повествование, когда наш герой идет к какой-то вершине, да, и нам автор представляет его вот этот вот прям поэтапный путь. В той же самой серии, что сейчас выходит Лавкрафт, шедевры ужасов, иллюстрациях, как-то так она называется, выходит Роберт Чамберс, классик ужасов, которого я не читала, и мне не стыдно. Сборник называется «Король в желтом». Аргентинский художник Сантьяго Карузо, его иллюстрации уже выходили. Ну, его иллюстрации для Лавкрафта. И еще одна книга об искусстве, на этот раз это арт-критик Роберт Хьюз, и книга называется «Шок новизны». Книжка вышла 40 лет назад, в 80-м году, неоднократно переиздавалась, ее очень хвалят. Там он рассказывает об авангардных течениях конца 19-го века и начиная уже про век 20-й. Я когда читала аннотацию, я вспомнила книгу, которая вот у меня есть несколько фаворитов из всего того, что я читала об искусстве. Это «Питер Гэй. Модернизм». Мне кажется, она будет похожа на это, потому что здесь идет очень плотный симбиоз искусства и истории. А это всегда здорово, когда есть, как говорят, бэкграунд. Не просто как там, как жил художник, как что, а что в это время происходило в истории, и как это влияло на художников. Еще одна грандиозная для меня новинка – это «Жорж Блон. Великий час океанов». Вернее, в переиздании – это «Великие тайны океанов». Первая книга давненько уже выходила, но я прекрасно понимаю, что работа над такими книгами, она очень длительная. То, как Азбука переиздала это совершеннейшее прекрасное творение, а для меня это творение, я в детстве просто обожала «Великий час океанов», потому что это океаны, это море, это пираты, это кораблекрушения, это различные открытия географические именно на море. Свет, ты уже можешь говорить, ребят, там море и пираты, и все. Я до сих пор, вот прям как будто я ее вновь и вновь перечитываю, я помню отдельный отрывок из «Великого часа океанов», где рассказывалось об одном кораблекрушении, как человек долгое время находился в море один на лодке, и как он вот сумел выжить, и в итоге его все-таки спасли. В то время, в детские годы, для меня это было шоковое состояние, потому что я читала с такими выпученными глазами, но я обожаю эту работу. Сама работа условно так разделена на четыре, да не условно, а вообще поделена на четыре части, и вот во второй части нам будет рассказываться про Средиземное море и Полярные моря. У меня было издание обычное, оно было увеличенного формата, как бы такое вроде как подарочное выглядело, но там не было иллюстраций. И сейчас азбука, у меня первая книга уже давно стоит на полочке, повторю я еще раз. Они сделали все это с иллюстрациями, с картами, там очень много гравюр, фотографий. Это просто обалденно и потрясающе. И если вы любите морскую романтику, морские приключения, и вообще хоть как-то интересуетесь морской тематикой, то это надо хватать сразу и читать за поем. Я тебе на день рождения подарю пиратский флаг и вот эту треуголку. Мне кажется, эта книжка почему-то больше ждет Света, и я не понимаю почему. Это массажики Шимото, которые переиздают азбука. Это первый том Наруто, или как сейчас говорят Наруто, но я 12 лет назад, который Наруто. И она так ждет. Но я ей сказала, Света, ты же понимаешь, я буду покупать. Это мое. Нет, я понимаю. Это моя манга, я ее любила, Свет. Я не против, что это твое, но меня почему-то выход Наруто как-то вдохновил на то. Я жду Блич, Саюки, Регентаму. Я очень жду. Ты можешь озвучить Гентаму? Ты вот скажешь Гентаму, и где-то в космосе скажут, ну давайте, давайте, сдадим. Я могу сказать только ради тебя, потому что я не особый поклонник Гентаму. Я обожаю. Так, ребята, еще две книги об искусстве. Во-первых, про Дега. Это биография. Хочу быть знаменитым и неизвестным. Написал француз Анри Луарет. И вот Дега – это тот самый человек, который изначально из обеспеченной семьи. Вообще, в основном, все импрессионисты, кроме Ренуара, из хороших семей, из обеспеченных, они не голодали. Дега, вот все, что я читала про Тулус Латрека, про Клода Мане, да, вот, то есть я читала про импрессионистов, и там вот чуть-чуть про Дегу всегда было написано. Ренуара я читала, что Дега был очень тяжелым человеком в общении. Он был нелюдимым. Каким-то образом он почувствовал, что тема балета, тема театра – это именно то, что он должен транслировать в мир. Я про Дегу хочу прочитать, и почему ему такая вредина. И последняя книга об искусстве, когда я ее прочитала, заголовок, я сразу поняла, мне нужно. Главное в истории русского искусства. Ключевые работы, темы, техники, направления. Я всегда… Ой, это истиняя, главное в истории. Да, я всегда говорила, что вот у нас какие бы книги не выходили об искусстве, даже русских авторов, там очень мало о русском искусстве. Вот более-менее про русских художников пишет Алина Никонова, но хочется больше. Больше хочется знать, особенно о наших художниках конца 19-го, начала 20-го века. Я очень-очень этому рада. Вот я сама себе хлопаю. Давайте вместе со мной ждать Наруто. Нет, давайте вы вместе с нами обеими будете ждать Наруто или Наруто. Давайте его звать как угодно. Ребятушки, обязательно пишите, что вы ждете из ближайших новинок. Ой, слушайте, напишите, что вы будете смотреть вот из новинок в феврале, вдруг я что-то пропустила. Наша рубрика «Книжные новинки, сериалы, кино» и так далее и тому подобное, наконец-то возвращается к своему постоянному существованию. Ну, я хочу сказать, не так долго она отсутствовала, правда? Да, один месяц. Я так прям говорю, как будто, я не знаю, пять лет мы ее не снимали. На этом мы уже будем заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем пока. Котики, смотрите нас.